coming out, да, то есть coming out Друзья, приветствую всех на канале AtamonFlife Сейчас мы с вами пройдемся немножечко по времени назад на 28 июня 1969 года в город Нью-Йорк, Америку и в этот день рано утром в гей-бар Стоунволь на Кристофер-стрит в городе Нью-Йорке была совершена облава полицейскими Это была в принципе рутинная облава и те люди, которые были не той ориентацией, как другие они считались психически больными людьми им выписывались различные штрафы их принуждали к лечению в психбольницах и тому подобное но в этот день рано утром эта категория людей в этом гей-баре дали отпор полицейским и что из этого произошло что произошло из этой истории как эта история в дальнейшем распространилась по всему миру как она разрослась, вы узнаете именно в этом видео Эти протесты в городе Нью-Йорк, Стоунвольские протесты, стали отправной точкой для защиты прав категории людей, которые относятся к ЛГБТ то есть это было отправной точкой как я сказал, в то время в США, в Америке люди, которые относились к ненормальной ориентации, к другой ориентации считались психически больными людьми их заставляли понародительно лечиться составлялись списки гомосексуалистов составлялись какие-то протоколы на них они платили штрафы но вот именно рано утром 28 июня 1969 года когда был совершен очередной рейд на гей-бар в Стоунволе Стоунвольский бар был дан отпор полицейским и здесь закрутилась большая история всей этой группы людей группы ЛГБТ после этого после этого пошли волнения не только в США но пошли волнения и по Европе по Западной Европе также и в Германии это та страна, где сейчас я проживаю и здесь в Германии начиная с мая месяца начинаются различные парады гей-парады и если вы смотрите давно мой ютуб-канал когда-то я попадал даже на гей-парад и его снимал в городе Хамбург сейчас как раз таки то время июнь начиная с мая и заканчивая октября проходят все эти гей-парады но июнь это самая июнь-июль это самая жаркая пора когда проходит большое количество гей-парадов в различных городах не только в Германии но всей Европы если для тех кто проживает в других странах не в странах Европы например в России это считается чем-то ненормальным либо как бы ну что это да как такое может быть здесь в Германии официально в 2017 году разрешили однополые браки и здесь камин-ауты являются нормальным явлением среди тех кто хочет в открытую сказать об этом и выйти чтобы знали что он является геем что он является что она является лесбиянкой или он является или она является трансом то есть это нормальное явление делать камин-аут здесь проживая в Германии вот поэтому как я сказал для тех кто проживает на территории России Казахстана других стран бывшего Советского Союза это немножечко может показаться странным но мы проживаем точнее я проживаю на данный момент в Европе поэтому это странным мне не кажется здесь были проведены камин-ауты среди знаменитостей в различные времена то есть это постоянно проходит и это все нормально здесь как я сказал разрешены однополые браки с 2017 года и в церквях пастор может вас обвенчать если вы однополые люди однополая пара либо это мужчина с мужчиной либо это женщина с женщиной также приобрела интересную историю есть ютуб-канал пасторов да двух пасторов это две женщины две женщины пасторов которые открыто ведут свой ютуб-канал эти две женщины являются лесбиянками и они открыто заявили об этом и также ведут службу в церквях здесь в Германии в одной из церквей Германии это все нормально почему я вам рассказываю об этом на своем ютуб-канале может быть зададите такой вопрос просто я вам стараюсь показать различные аспекты жизни в Германии и это один из аспектов жизни в Германии это одно из направлений жизни в Германии потому что даже среди моих знакомых есть геи с которыми я лично знаком это такие же люди которые проживают в обществе в немецком обществе которые работают на таких же работах которые занимаются тем же самым что и делают обыкновенные люди но они просто-напросто любят любят по-другому любят людей своего пола поэтому я таких людей не осуждаю и как бы им решать как им жить так как все мы с вами взрослые и каждый решает как он хочет прожить свою жизнь жизнь дается всего лишь один раз я прошу написать вас в комментариях как вы относите к этим мероприятиям гей парадом который как я сказал проходит очень активно в летний период начиная с мая по октябрь жду ваших комментариев и мне просто интересно узнать вашу точку зрения что касается Германии первая демонстрация первый гей парад прошел в Германии в 1972 году в консервативном городе Мюнстер в дальнейшем парады проходили в Брэймане в Берлине в Кёльне в Хамбурге и уже с 1979 года ежегодно проводятся гей парады по всей территории Германии по всей территории Германии с 1979 года легально проводятся гей парады и если это раньше наказывалось статьей определенной статьей да сейчас я подглядываю немножечко 175 и эти люди привлекались к ответственности то в 2000 точнее в 1994 году полностью отменили какое-либо наказание за это и с 2017 года как я уже сказал полностью легализованы однополые браки здесь в Германии что касается еще интересного новых каких-то изменений вы знаете наверное все такие заводы как BMW Audi так вот они на своих официальных страницах в интернете в фейсбуке точнее изменили свои логотипы в радужный цвет то есть они выступают в поддержку групп людей ЛГБТ и вообще это здесь такая тенденция последнее время вот мы приехали в 2000 получается 14 году сюда было не так заметно но последнее время развивается такая тенденция что больше и больше каких-то предприятий больших организаций больших фирм выступают в поддержку групп ЛГБТ то есть выступают есть какие-то магазины которые прямо написано что мы поддержим ЛГБТ и наклеены их флаги один из таких магазинов находится в городе Апольдо я там был буквально недавно это магазин ТОМ это строительный магазин и они этот магазин ТОМ они вывесили на ряду со своими флагами рекламными флагами с названием магазин ТОМ флаги радужные через один давайте посмотрим как это выглядит у нас в Апольдо Германии июнь месяц это тот месяц когда идут различные гей-парады идет поддержка различных ЛГБТ различных как бы со стороны жизни Германии со стороны общества Германии и вот за мной находится там сейчас магазин ТОМ строительный где они также через один повесили ЛГБТ флаги это один из примеров также последнее время является такой популярной тенденцией что административные здания тоже в этот период вывешивают вот именно в июне конец июня как бы считается отправной точкой как я сказал защиту прав групп ЛГБТ людей этого этой группы вывешивается на административных зданиях тоже радужные флаги в поддержку этой группы людей что вам сказать в России я думаю что еще такого долго не произойдет может быть в Казахстане долго такого не произойдет потому что это более закрытое это более консервативные страны здесь в этом плане больше дается действие для жизни людей для того что они хотят делать дается больше свободы на мой взгляд это правильно ну такое у меня коротенькое видео получилось о том какой сегодня день 28 июня как я сказал мы переместили с вами в 1969 год именно в этот день 28 июня рано утром еще раз напомню было устроен рейд на один из гей-баров Стоунволь в городе Нью-Йорк на Кристофер-стрит и поэтому от этого и существует название тех гей-парадов которые проходят по Германии называется Кристофер-стрит-дэй то есть если вы где-то слышите такое название либо написан такое название это, значит будет проводиться в этот день в том либо ином городе гей-парад ahrд что касается в Апольде при convention — Ена же будет проводиться в июле Кристофер-стрит я туда съезжу и засниму для вас опять же видео об этих мероприятиях я уже как вам говорил те кто смотрят долго мой youtube канал снимал видео мы чисто случайно попали на была семейная поездка город хамбург это было 1 августа или в начале августа там право проходил гей-парад потом чисто случайно я попадал на гей-парад а в городе ваймар то есть меня проходила там учеба и получается что после учебы я увидел что там проходит гей-парад и тоже снимал и показывал на своем youtube канале такая вот информация у меня для вас поступила и как я сказал еще также здесь в германии очень вообще в европе в западной европе распространены коммент-ауты я думаю что это видео я назову таким же образом то есть как бы немножечко чтобы она завирусилась это видео чтобы было побольше просмотров я назову камин аут то есть камин аут так будет названо это видео если она вам понравилась как всегда ставим лайки подписывайся на канал атамон of life я желаю всего доброго всего хорошего до встречи моих новых видео и всем бесплатно чушь